Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Его искали и нашли. Правда, не живым и в водоеме. Как из призывника не стать уголовником? Мы хотим на примере данных людей показать, что как легко сломать судьбу. В Бобруйском военкомате прошел выездной суд. Стоит ли бояться ухудшения экологической обстановки? Что случилось на одном из заводов Белшины? Мы начинаем. 25 октября. Из карьера в районе поселка Черепичный было найдено тело мужчины. Во время проверки выяснилось погибший 43-летний житель улицы Комарова. Никаких вещей, в том числе и плавательных средств и рыболовных принадлежностей в водоеме не обнаружено. Погибший был в одежде. О причинах произошедшего пока ничего не известно. Обстоятельства трагедии выясняются. Защита отечества – это долг и обязанность каждого гражданина. Уклонение как от военной, так и от альтернативной гражданской службы является уголовным преступлением и преследуется по закону. Что бы ни было повадно, сегодня в военкомате прошел выездной суд сразу по нескольким делам. Говорили о бесправниках и пьяных за рулем и уклонистах. На заседание пригласили молодых людей до призывного возраста, чтобы на деле показать, что бывает, если приступить закон. За уклонение от призыва на воинскую службу житель одной из деревень Бобруского района получил судимость. Молодой человек даже не соизволил явиться на заседание, аргументировав свое отсутствие участковому по месту жительства. Мол, нет возможности приехать, за что и был тут же объявлен в розыск. А начиналось все, как у всех. В марте этого года парню в 8 утра под роспись вручили повестку с обозначенной датой прибытия. Молодой человек без уважительной причины не явился, в результате чего был привлечен к административной ответственности. Наша молодежь это самое такое подверженное общество, которое может выбрать неправильную дорогу, сесть изю. И мы хотим на примере данных людей показать, что как легко сломать судьбу, как потом ее восстанавливать. То есть это тот профилактический момент, когда можно действительно по очу видеть, как оно происходит. Во втором случае рассматривалось дело о езде за рулем в пьяном виде. Мужчину в алкогольном опьянении сотрудники ГАИ задержали в июне 2019-го. В результате чего водителя лишили прав и наложили штраф. Но урок он не усвоил и спустя полтора месяца был пойман снова за рулем, уже без прав управления транспортным средством и в очередной раз в нетрезвом состоянии. Сегодня в суд он, как и молодой человек, в первом случае не явился. Более того, нарушил подписку о невыезде и уехал в Россию. В продолжении темы о пьяной езде отбросила на разделитель. 28 октября на путепроводе по улице Крылова в 11.10 произошло встречное столкновение двух автомобилей. Митсубиси мчался на огромной скорости, совершая странные маневры. В итоге аварии избежать не удалось. Авто столкнулось с Хюндай. Удар пришелся в заднюю левую часть машины. После столкновения с автомобилем Хюндай, автомобиль Митсубиси отбросила на разделительное ограждение путепровода и протянула по нему ориентировочно 20 метров. Обоим транспортным средствам причинены механические повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ в ДТП. Никто не пострадал. Водитель Митсубиси был направлен на медицинское освидетельствование. Как показала экспертиза, он был пьян. В крови мужчины 62-го года рождения обнаружено более двух промилле этилового спирта. По факту аварии проводится проверка. ЧП на промгиганте 25 октября в 15.26 на телефон дежурного Бабрюйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на одном из заводов Белшины произошло возгорание. Администрация организовала немедленную эвакуацию работников, а спасатели оперативно потушили огонь. Подробности у Людмилы Любимцевой. Пожар на Белшине произошел в пятницу. Это случилось на втором этаже здания главного производственного корпуса завода крупногабаритных шин. За считанные минуты сотрудники МЧС прибыли на место. Выяснилось, что источник возгорания в подготовительном цехе. По прибытии первого подразделения спасателей из здания цеха шел дым. Происходило горение серой транспортерной лентой на уровне второго этажа внутри пресса резиноспесителя. Над резиноспесителем работала спринтверная водяная система пожаротушения. Администрация предприятия еще до приезда спасателей провела немедленную эвакуацию 150 работников цеха. Но, к сожалению, без травм не обошлось. 40-летний машинист резиносместителя пытался самостоятельно тушить пожар и получил ожоги различной степени тяжести. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. В 4 часа дня поступил пациент со слов с производственной травмой. Был осмотрен нами, смежными специалистами, вследствие чего выставил диагноз цеменический ожог головы, шеи, левой кисти. Первой и второй степени, площадь небольшая, около 2-3%. Также офтальмологами был выставлен сопутствующий диагноз ожог конъюнктива обеих глаз первой и второй степени. По словам медиков, на данный момент состояние пострадавшего стабильное. Все необходимое лечение он получает. Что же касается производственного ущерба, то огнем повреждено 2 погонных метра транспортерной ленты резиносместителя. Причина пожара устанавливается. Само же возгорание не представляет никакой техногенной экологической опасности. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Согласно ПДД, пешеход – лицо, которое находится вне транспортного средства, на дороге и не производящее на ней работу. Так говорят правила. В жизни абсолютно каждый из нас ежедневно тот самый, не производящий работу на дороге. Но именно люди вне транспортного средства становятся жертвами невнимательности либо своей, либо водителей. А может, все и сразу. На днях госавтоинспекция Могилевской области провела единый день безопасности. Мы вместе с сотрудниками ГАИ отправились на самые жаркие перекрестки города и лично проверили, как люди готовы жертвовать собой ради выигрышных пары секунд. Официальная статистика утверждает, главная причина большинства ДТП – нарушение правил дорожного движения на пешеходных переходах. Если немного вспомнить, что говорят те самые правила, то здесь все просто и однозначно. Если на дороге всего две полосы, водитель обязан остановиться перед переходом, как только пешеход вступил на зебру. После того, как он закончил переходить полосу движения авто, водитель может продолжать движение. Тут и начинается самое интересное. Все знают, как нужно, но иногда в спешке пренебрегают дозами дорожного движения и делают это сознательно. За 9 месяцев 2019 года на территории города было зарегистрировано 21 дорожное транспортное происшествие с участием пешеходов. 8 из них было из-за нарушения проезда пешеходных переходов. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ГАИ выехала на оживленный перекресток Пролетарской и Октябрьской. Здесь нет светофора, но есть пешеходный переход. Так вот, за час работы было выявлено 3 нарушителя. Это с учетом того, что на составление протокола уходит минимум 15 минут. И все с одной проблемой не уступили дорогу пешеходу. Кто-то не заметил человека, кто-то спешил, а кто-то не заявил желание объясняться. Были те, кому в этот день не повезло от слова совсем. Помимо штрафа за непропуск, были и взыскания за отсутствие госномеров и непристегнутый ремень. В общей сложности больше 200 рублей. Кажется, не было. Там машина закрыла пешеходов, мне показали по камере. А я за машиной не заметил и проехал. Но обвинять во всех грехах исключительно водителей было бы неправильно. Ведь пешеход пешеходу рознь. Здесь все зависит от человека. Тут люди также спешат, опаздывают и забывают иногда, что дорогу в неположенном месте. Переходить нельзя. Особенно яро такое желание проявляется, когда перед вами автобус, который вот-вот тронется с места. А вы застряли на светофоре. И если поблизости нет машин, и тем более ДПС, то перебежать, пока никто не видит, очень даже можно. Этот пешеходный переход часто, очень часто люди бегут на красный свет. Несмотря, стоит автобус, все, целая толпа. И взрослые, и дети. Перекресток Дзержинского и Пушкина всегда был, есть и будет непростым. Тут находится светофор. Но не все готовы жертвовать своим временем, когда на конечной стоит общественный транспорт. Опоздав, можно прождать следующего минимум полчаса. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения, как пешеход? Нарушал. Почему? Ну, когда торопился. Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения? Вот уже нарушил этим. А почему? Ну, вот думала, все рожегал. Стараюсь не нарушать. Потому что я сама учусь на права будущей водителя, поэтому не стараюсь не нарушать и не советую другим людям это делать. Пешеходам не стоит забывать. Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток, поскольку вы видите машину с включенными фарами, а водитель может вас не заметить. При этом темная одежда поглощает свет. Чтобы улучшить видимость, пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Багруск, 360. Это была «Сирена». Ну, а больше новостей ищите на нашем канале в Ютьюбе и соцсетях. Я Кристина Риенс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова